Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В Лиге Чемпионов состоялся первый тур в пятой, шестой, седьмой и восьмой группах. В суперматче сошлись Барселона и Бавария 0-3. Наверняка вы помните, что последняя встреча 2020 года закончилась с позорным счётом 2-8 в пользу немцев. Бавария за последние 7 матчей в шестой раз обыграла Барселону. Ливандовский в новом сезоне забил уже 13 голов во всех турнирах. У мюнхенцев 6 побед во всех лигах. Каталонцы уступили впервые за 4 матча. Динамо в конце игры забила Бенфики, но система ВАР всё видит гол Шапаренко отменена. 0-0. Команды встретились в пятый раз. Три победы у португальцев. Одна ничья и один выигрыш на счету украинцев в 1991 году. Динамо не пропускает 4 матча. Ничья и 3 сухие победы. Бенфику никто не может обыграть на протяжении 17 матчей. Таблица. Бавария лидер 3 очка. Динамо и Бенфика поделили очки. Барселона аутсайдер. Расписание. Следующий тур пройдёт через 2 недели. Бавария примет Динамо, а Бенфика ждёт Барселону. В группе F Янбойс отворил мини-сенсацию, обыграв на своём поле Манчестер Юнайтед 2-1. Ван Бисака не доиграл до конца матча 55 минут по причине удаления. Роналду забивают в третьей игре к ряду. Два мяча в ворота Ирландии, два Нюкаслу и один Янбойс. Два сезона назад команды выступали в одной группе, где МЮ дважды победил с сухим счётом. Коллектив Сульшера проиграл впервые в этом сезоне. У их соперников 7 матчей без поражений. Победитель Лиги Европы Вильяреал встречался с Аталантой впервые в истории. Вот оно проклятие чемпиона, ведь испанцы после победы в финале Лиги Европы не могут больше никого победить. И длится эта негативная серия 12 матчей 2-2. Аталанта не побеждает 3 игры к ряду. Таблица. Янбойс имеет 3 очка. Итальянцы и испанцы набрали по очку. У МЮ аутсайдер 0 очков. Расписание Аталанта дома сыграет с Янбойс. МЮ попробует взять реванш у Вильяреала за поражение в финале Лиги Европы. В группе G.C. Вилья и Зальцбург не выявили победителя, при том, что гости два раза не реализовали в первом тайме пенальти. Команды встречались всего лишь два раза в Лиге Европы. В сезоне 2008 года испанцы выиграли оба матча 2-0. На данный момент команда Лапетеги не уступает 9 игр подряд, а Зальцбургцы прерывали 12-матчевый победный отрезок. Лиль и Вольсбург за 100 минут игры не сумели распечатать ворота 0-0. Вольсбург заранее почистил пути к отступлению, вылетел из Кубка Германии и не проигрывает с тех пор уже 6 игр подряд. А вот чемпион Франции в 7 стартовых играх сезона одержал только 2 победы. Эти команды также виделись всего лишь два раза в 2014 году. Немцы на группу Метапе Лиги Европы набрали 4 очка в игре с Лилем. Таблица. Все команды имеют по одному очку, Севилью и Зальцбург поставим выше. Расписание Зальцбург-Лиль, Вольсбург-Севилья. В восьмой группе Челси сыграл впервые в истории с Зенитом. Однако с российскими клубами англичане провели 8 встреч, и только Рубину удалось их обыграть в 2013 году, а Краснодару сыграть в ничью. Действующий чемпион начал защиту титула с минимальной победы. У Зенита оборвалась серия из 20 матчей без поражений. У Челси увеличился беспроигрышный отрезок до 14 игр. Ювентус в первом тайме сделал игру с Мальмё 3-0. В 2014 году Ювентус победил Мальмё дважды по 2-0, и больше клубы не играли. Шведы не побеждают 4 матча. Таблица. Ювентус и Челси набрали по 3 очка, у Зенита и Мальмё 0. Расписание. Зенит, Мальмё, Ювентус, Челси. Завтра в среду Бешакташ сыграет с Боруссией Дормунд. Шериф Тирасполи примет Шахтёр. В 22.00 состоится 6 встреч. Манчестер-Сити, Лейпциг, Брюги, ПСЖ, Атлетика, Порту, Ливерпуль, Милан, Спортинг, Аякс, Интер, Реал. В этом сезоне очень сильная лига чемпионов, чего стоит первый тур. Лучшим бомбардиром является Ливандовский два гола. Смотрите, как распределились места на чемпионате Европы 2020 года с 1 по 32. Стать спонсором канала можно по ссылке в описании. Ставьте лайк. До скорого.